Это Cougar Armor S. Игровое кресло за 260 долларов. И по сравнению с другими топовыми производителями, оно реально дешевле. А качество не хуже. Серьезно. Внешне Cougar отличается от других игровых кресел. Да, это все тот же гоночный дизайн, но из тысячи геймерских кресел это узнать будет несложно. Материалы тоже отличаются. Здесь используется ПВХ кожа. На ощупь она не такая, как в креслах DX Racer или других. Она приятнее, у нее другая структура, но ваша задница потеет на ней так же, как и на всех остальных. Наполнитель здесь мягче, чем в других креслах. Однако я не знаю, как это скажется на том, как он будет держать форму и не продавливаться. Например, в DX Racer Navi за год вообще ничего не продавилось. В моем домашнем DX Seed через два года уже появилась вмятина от жопы. Кстати, не путайте кресла Armor S и обычный Armor, потому что в обычном Armor наполнитель другой. Рама стальная, так что сломать это кресло можно, разве что специально засунув его под пресс. Это делается не только для долговечности, а еще и для того, чтобы кресло со временем не деформировалось и ваша спина была в одном и том же положении. Ну то есть, если вы сели вот, только собрали его у вас спина вот так, то и через год будет то же самое, никаких изменений. Подлокотники очень крутые. Обычно в креслах этого ценового сегмента подлокотники одно из самых слабых мест, потому что они мелкие, они шатаются, с ними еще какие-то проблемы. Здесь же подлокотники топовые. У меня дома в кресле за 400 долларов такие же подлокотники. Широкие регулируются по высоте, по длине, по углам и по ширине. Кресло также регулируется по высоте и, конечно же, здесь есть механизм качания. И вот тут понятно, на чем сэкономили, потому что здесь механизм совсем простенький. То есть можно либо его включить, либо выключить. Ну и, конечно же, есть регулировка жесткости качания. Обычно в супер, там, дорогих топовых креслах механизм качания немного другой. То есть можно сделать так, чтобы сидение зафиксировалось вот в таком положении, а потом уже регулировать спинку. Спинка? Ну вы в курсе. But can you do this? Основание металлическое с небольшими прорезиненными колесиками. Ездит довольно тихо и крутится хорошо. Подушки, как всегда. Поясничная мне неудобно. А вот подголовник вполне сойдет. Если вы повыше, то советую крепить его вот так, как я закрепил. То есть просто надеваете сюда. Если вы чуть пониже, то делайте так. Цена примерно 260 долларов. Если хотите чуть сэкономить, то можно взять версию без S. Как я уже говорил, там чуть попроще наполнитель. Но и стоит оно дешевле. А вообще за эту цену это одно из самых лучших кресел. Уж поверьте, я перепробовал много таких. Но если вы будете покупать в моем любимом магазине FUA, то в описании промокоды со скидками на игровые девайсы и на кресло тоже. В общем, кресло очень удобное. Для моего роста 182-183 см и под мою спину очень хорошо подходит. Ну, как будто под меня сделано. По качеству не уступает всяким DX Racer. А если учитывать цену, то это реально очень классный вариант. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на инстаграм, телеграм-канал. Ждите новых видосов и GG, guys!